Я бы хотел поговорить, обратиться к пану Александра Качного. Скажите, пожалуйста, как на вашу думку, у нас есть ковидный фонд? Чи раньше был ковидный фонд? Потому что 34 миллиарда, мы знаем, упустили на дороги. Ваша думка с этого привода? Понимаете, у нас происходят такие метаморфозы в Верховном Совете интересные. Мы боремся, у нас во время карантина всех собрали в Верховном Совете и внеочередной сессии провели изменения в бюджет под эгидой того, что нам крайне необходимы деньги для борьбы с коронавирусом, наполнение фонда. Нашкрябали со всех сторон. Я помню, как все комитеты боролись за свои ведомства, министерства, чтобы у них не сокращали бюджет. Но благое дело, все отдали то, как мог и собрали 64 миллиарда. Но удивительно то, что, во-первых, не смогли правильно и быстро использовать эти деньги для борьбы с коронавирусом. Ну а второе, это неслыханно взять 34 миллиарда, 35, забрать с этого фонда и начинать асфальтировать дороги под эгидой Офиса Президента. Все это делается не в министерстве, даже Минрегион Будда или не Автодором, а все это, все эти работы организационно проводятся в самом офисе. Под это, вы знаете, вот этот весь процесс Великой Буддивнойства, это такая большая рекламная кампания перед выборами нашего президента и его офиса. Но, а врачи страдают. Мы знаем, что происходит реально в больницах. Люди уходят. Да, действительно, не из-за ковида. Они уходят из-за того, что они получают 4700 гривен. И сегодня прожить на эти деньги невозможно. Тысячи медицинских работников уехали за рубеж за это время.